В Америке создали полностью невидимый истребитель шестого поколения. Это самое опасное оружие США, ведь новый самолёт невозможно заметить ни глазом, ни от радаром. Он способен находиться буквально над врагом и обрушить всю мощь своего смертоносного арсенала. Бомбы, ракеты только за несколько секунд стереть город с поверхности земли. К тому же новый истребитель может управлять целой армией кораблей и самолётов, становясь невидимым воздушным командным центром. Программа по созданию F-AXX стартовала в 2012 году. Её главная цель была разработать пилотируемый малозаметный истребитель шестого поколения. Самолёт должен был получиться просто хорошим немного лучше всего имеющегося. Но с каждым годом технологии становились мощнее, а требования к новому истребителю выросли ещё больше. Именно так появился невидимый F-AXX с мощнейшим оружием на борту. Это истребитель шестого поколения способен выполнять самые сложные воздушные задания на скорости 3100 км в час. Только представьте, чтобы добраться из Вашингтона до Нью-Йорка, ему понадобится всего 15 минут. Но он может пролететь гораздо дальше, например до Пекина, на что нужно всего 2 часа. Останется только прихватить пару мощных бомб на всякий случай. Вторая фишка F-AXX заключается в полной невидимости. За последние десятилетия развитие технологий в направлении малозаметности позволил инженерам создать множество видов этой самой невидимости. Есть более пяти способов достичь нужного эффекта, например, можно использовать специальную обшивку с экранами и камерами, которые создают эффект ошибочной невидимости, транслируя нужное изображение по всему корпусу самолёта, однако у этого метода есть большой минус. Да мы можем создать невидимый для глаза истребитель, однако радары все ещё будут его видеть как на ладони, а вот следующий вариант гораздо интереснее. Нужно всего лишь создать материал, способный поглощать и волны радаров, и лучи светового спектра, ну или хотя бы их искажать. Именно по этой технологии и создан F-AXX. Чтобы добиться нужного эффекта, разработчикам пришлось создать особый материал, способный изменять направление и скорость света, проходящие через истребитель. При таком подходе создаётся оболочка, поглощающая свет, окружающие объекты и скрывающие его от внешнего наблюдения. Этот истребитель будет базовым самолётом для нанесения ударов, он будет основной частью сил США. Но зачем нужно было создавать такие сложные технологии? Конечно же для мощнейших и сокрушительных атак, ведь F-AXX несёт на борту более десятка сверхзвуковых маневрирующих снарядов общим весом 3000 кг. Они втрое быстрее скорости звука, и могут уничтожить противника даже без использования боеголовки, просто за счёт кинетической энергии. Не забыли и о бомбах, истребитель переносит 6 кассетных боеприпасов, или одну ядерную бомбу на самый страшный случай. Будущее оружие может выглядеть совсем иначе, чем то, как оно выглядит сегодня, поэтому мы рассматриваем варианты создания гибких отсеков полезной нагрузки с различными содержащимися в нем ракетами. Дроны Камикадзе также есть на борту, и используются они для штурма позиций противника, а беспилотники-разведчики соберут все данные о местности и отправят их прямо в шлем пилота. Только вот шлем необычный, а представляет собой систему с искусственным интеллектом, которая поможет пилоту в ситуациях, когда тот на грани своих возможностей или находится в состоянии сильного стресса. Умный шлем собирает все данные о пилоте и создаёт на этой основе искусственного двойника полную цифровую копию человека, который может взять на себя контроль полёта в самый сложный момент. Мы рассматриваем все, начиная с областей полётных систем и технологии аккумуляторов, для использования гораздо меньшего количества гидравлики в кабине. Хотим использовать дополненную реальность и стараемся убрать как можно больше аппаратного обеспечения из кабины пилота. FXX должен стать невидимым летающим командным центром, настоящим оплотом армии США на случай ядерной войны, и это факт. Технология передачи данных позаимствована у самолётов судного дня и улучшена в несколько десятков раз. Истребитель шестого поколения сможет командовать всей армией США из любой точки мира, направить артиллерию на противника, дать команду подлодкам выпускать ядерные ракеты или просто координировать другие самолёты. Вот на что способен FXX, но его ещё и модернизировать можно. Основная идея творцов – построить новый истребитель с системами, которые можно будет улучшать так же просто. Как загружать приложение на смартфон? В перспективе это даст FXX возможность постоянно оставаться актуальным и быстро адаптироваться под конкретные задачи. Пилот может просто скачать необходимые настройки и на автопилоте лететь в бой, зная, что самолёт полностью подготовлен даже к самым сложным условиям. Окружающая среда меняется и, следовательно, и угрозы меняются, поэтому мы смотрим на энергетическое и лазерное оружие. Оно уже есть на кораблях, и другие страны также инвестируют в эту сферу. Наши партнёры хотят попытаться интегрировать лазеры на воздушную платформу, чтобы это был первый скоростной реактивный самолёт с лазерным энергетическим оружием. Если мы уже говорим о новейших самолётах, способных разрушать целые страны, стоит сказать и о ещё одной разработке США. Представьте самолёт, один грамм которого стоит вдвое дороже золота, а его боевая мощность позволяет снести несколько городов за вылет. Самолёт способен пролететь через весь мир и доставить в любую точку огромную ядерную бомбу. В Бразилии, так вот недавно Америка, выпустила именно такой летательный аппарат. Это самый дорогой и самый мощный бомбардировщик в мире, который может не только нести разрушение, но и оставаться при этом недоступным для контратак. Его невозможно сбить, ведь он использует системы электромагнитных волн, рассеивает самое сильное лазерное оружие, да ещё и находит цели, даже если они скрыты. Ах да, ко всему этому этот гигант является полностью беспилотным. B-21 Raider – это первый новый бомбардировщик за последние 30 лет. Над его созданием работали лучшие головы Пентагона, и они вложили в это дело все свои силы и знания, они буквально полжизни потратили на разработку этого аппарата. А в итоге получился малозаметный сверхмощный самолёт, способен выполнять задачи на высоте 18000 м на одной заправке, он пролетает 12000 км и делает это со скоростью 2000 км в час, это ли не сказка? Raider всем своим видом показывает возможную силу авиации. Он словно кадр из фантастического фильма. И удивительно, что такое оружие существует в реальности. Сначала самолёт создавали с одной целью долететь к любой точке мира и сбросить там атомную бомбу в случае, если кто-то грозит Америке. В этом смысле B-21 может быть эффективнее сотни обычных самолётов. Основное оружие находится в оружейном отсеке, под самолётом, где мы несем 6 ракет средней дальности ей бомбы с радиолокационным наведением. Однако, чтобы выполнять свою задачу, ему нужна максимальная скрытость. Для её достижения одной только особой формы бомбардировщика недостаточно, поэтому разработчики решили использовать уже созданную ими технологию, которую применили ещё на предшественнике в виде B-2 Spirit. Тогда для него впервые был разработан и использован уникальный химический состав, которым покрывают весь корпус, он способен поглощать радиоволны и тем самым скрывать бомбардировщик. Эта технология и дала начало всем известному стелс-покрытию, однако была и огромная проблема в таком методе скрытности. Дело в том, что состав оказался совсем неустойчивым к воде, и под дождём вся невидимость просто смывалась, приходилось каждый раз заново наносить покрытие, чтобы хоть как-то решить эту проблему. И именно здесь на помощь уже новому райдеру пришла именно та технология преломления, что и на F-AXX. К тому же он получил массу новых полезных функций, которые сделали бомбардировщик ещё более сильным. Положение самолёта в полёте постоянно контролируется сложной электронной системой, связанной со всеми поверхностями и двигателями. Всему этому способствует продвинутый искусственный интеллект, благодаря которому райдер имеет возможность управлять удалённо. Мы должны были что-то сделать, чтобы снизить стоимость этих самолётов до разумного уровня. Беспилотный бомбардировщик вооружён ядерными боеприпасами звучит одновременно увлекательно и крайне угрожающе. Насколько бы крутым ни был искусственный интеллект, он всё равно несёт в себе множество противоречивых моментов. Несомненно, возможности беспилотного управления открывают новые горизонты перед военными. Такие аппараты можно посылать в бой в самую гущу событий, не боясь за жизнь пилота. К тому же искусственный интеллект никогда не устает и не склонен ошибаться, как обычный человек, но вот в чем заковыка. Не так давно группа учёных обнаружили подлинное сознание в нейросети, а некоторые работы от Boston Dynamics даже проявляли агрессию по отношению к человеку. Это может свидетельствовать только об одном – затея дать работам оружие может стать огромной проблемой для человечества. К тому же арсенал вооружения самолёта более чем значительный. Главное, чем хвалятся разработчики, ядерная бомбардировка EB-21 справляется с этой задачей лучше всех. Больше не нужно использовать огромные ракетные носители, которые очень легко сбить. Атомный удар можно доставить в любую точку мира очень быстро и очень эффективно. На втором месте по разрушениям – ковровая бомбардировка. Именно райдер может осуществить такой сценарий, и напоследок для более точечных боевых заданий хорошо подойдёт управляемая авиационная бомба, которая находит свою цель где угодно, даже если она спрятана в тумане. Новенькие райдер EF-XX станут самым страшным оружием современности, и это новый виток в развитии авиации США.